Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и сегодня у нас в гостях на канале «Взгляд с небесной». Кстати, не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы приходили оповещения, новые видео. Сегодня у нас в гостях в студии Юрий Кириллович Щепко. Юрий Кириллович, приветствую вас. Приветствую вас, Святой Отец. Рад услышать ваш прекрасный голос, настоящий такой духовный. Я каждый день читаю вас. Откуда вы черпаете вдохновение в таких образах? Ради вас приходится писать каждый день, и это очень трудно. Но слава Богу, так понемножечку, чтобы шевелить маленько застойные все воды наши. Помолюсь, Господь говорит, а вот посмотри, люди-то страдают, вот в этом вопросе у них есть необходимость побеседовать. Как часто вы беседуете с кем-то из святых? То вам Петр придет, то Соломон, то еще кто-то является вам. Вообще, я считаю, что для верующих людей, живущих в вере в настоящее и ведущих молитвенную жизнь, именно такой стиль отношений должен быть с апостолами, которых мы читаем. И когда мы читаем, вот эта книга там написана, абстракция возникает, дистанция огромная возникает. Мы разговариваем с буквами. А это совсем другой жанр, когда я разговариваю прям с автором. И я могу, остановившись тут над этим текстом, спросить, да кто, что имел в виду? А там в голове вращается, что он имел в виду, что имею в виду я, и какая там обстановка вокруг этого. И вот в этом случае для того, чтобы мне вот понимать его, и это, я скажу, мне лично очень даже симпатично. Не помните, что у вас по литературе было? Вы часто стихи вспоминаете? Ну, хорошего ничего не было. Я же был хулиган. Да? Ну, школьная литература, брат ты мой. Это вот чем можно было отвратить от литературы. Я помню, в девятом классе у нас появился мужик-преподаватель. Это вообще редкое явление. И как раз ввели образование Достоевского. Он рассказал, во-первых, почему его не изучали. Весь мир знает Достоевского как самого-самого русского писателя, а у нас его не знают. Это столкновение, вот так сказать, побудило включить в образовательный процесс. Во-вторых, он был, очевидно, он Достоевским был, во-первых, из литературы. Во-вторых, это песня. Вот это вот мгновение, когда у меня возникло интерес, желание, симпатия к литературе. Это зависит от учителя. Сухая советская пропаганда, Некрасова или там каких-то Пушкин, она, ну, чтоб стенку горох, как говорила моя матушка. Поэтому я вот к наукам этим нигде не прикипел. Слишком их серенько подавали. Ну, а духовное образование, что вы закончили? Я не знаю, многие знают или не знают о вас что-то. Я по образованию, когда меня спрашивают, я говорю, Горьковский университет я закончил. Имея в виду, что это вот жизнь такой вот реальности, горькой и болезненной. Духовное образование в Советском Союзе у нас было по разрешению Его Величества Коммунистической Партии заочные библейские курсы во всех Б. Два года. В 68-м году по-моему начали их, да? Где-то в 69-м, да, или даже там чуть-чуть. Вот этот период их разрешили, был жесткий контроль, жесткий отбор, весь Советский Союз, конечно. Но я в 81-м году только смог оказаться среди зачисленных на образование. Это были два года, таких вот две сессии в году, но прекрасное время, прекрасное прикосновение к прекрасному материалу. Ну, вот смотрите, 68-й год, ну, давайте заточку возьмем, не знаете, может 69-й, наверное, вы лучше знаете, может не помните уже. Но смотрите, сегодня 2020 год, и буквально на днях мы узнали, что все-таки окончательно там высшие суды лишили аккредитации, там лишили лицензии, вот то учебное заведение, которое даже коммунисты еще разрешили. Что вы думаете об этом? Парадоксально. 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 Я думаю, что вот эта вот власть с одноклеточным сознанием, вот в ней представление о своем настоящем, так сказать, управлении, это значит владеть всем мышлением, владеть образованием, владеть естественной экономикой, владеть. Вот то, что человек, где бы он ни жил, как бы он ни представлял свою родословную, свою идею, он должен быть подконтрольным вот этим всем органам власти. Особенно их же у нас расплодилось не с честь, там всякие ФСО, там всякий Рособорнадзор, и этих организаций, которые нас охраняют, берегут, стерегут, преследуют, сажают и распинают, и некоторых расстреливают. Фактически вся страна под ружьем, и вот им же надо работу, и им же нужно показывать свою власть. И поэтому, во-первых, вот такая общая картина по ужесточению всякого рода деятельности независимой. И вторая, конечно, у нас религиозный выбор сделан очевидный, однозначно, это православие. Свободное мышление, оно считается преступным, антигосударственным. Баптисты – это люди свободного мышления, образование у них в этом случае очень сильно как раз этому способствует. Представляете себе, что всякий студент, обучающийся вот в семинарии духовной, баптистской, получающий государственную аккредитацию и лицензии, значит, это образование засчитывается как достойное высшее образование, и он выходит из стен семинарий свободным мыслящим человеком. У него в его, так сказать, пространстве ценности на первом месте небо и Бог. Аполитбюро, где Аполитбюро общая с Богом, он никакого отношения не имеет к церкви. Баптисты исповедуют принцип свобода совести для всех. И в этом простом принципе каждый человек – инвалид, партийный работник, чиновник, военный и простая домохозяйка – свободная личность по образу Божьему созданная. Вот чему учат баптисты. То есть это Бог учит в Писании, но баптисты это исповедуют. Свобода совести для всех – это принцип, который самый раздражительный принцип в нашем обществе. Никакой свободы вообще не признается, а совесть, отвергнутая ее, вообще нет в нашем сознании, в ценностях нашего общества. Вот понаблюдайте, люди выступают за всякую разную чепуху, историю выкапывают, истории какие-то там победы выкапывают. Нет человека и нет совести. Да, знаете, что вспоминаю? Кто-то из лидеров фашистской Германии сказал, что совесть – это выдумка евреев. Ну они правильно сказали, потому что вообще проблудение человека и своего состояния, вот ходящего, так сказать, на четвереньках, состояния прямоходящего – это явление Бога, Аврааму, а потом Моисею и Закон. Я Господь Бог твой, да не будет я других богов при лицом моим. Если в нашем обществе люди вот так вот начинают всерьез смотреть на этот божественный императив, то, конечно же, вся рассыпается, вся пирамида ценностей рассыпается, они ложные все. Как только Бог занимает вот это центральное первенство, место в сознании человека, Он и Бог, все остальные исчезают. Все остальные исчезают. Кем бы они ни были, как бы они высоко ни контировались, в каких бы то ни было кругах. Поэтому, ну, не к ночи будь помянут этот названный вами человек, но совесть, она возрождена именно Словом Божиим и явлением Духа Святого. Я так понимаю. Скажите, вот сейчас закрыли не только же баптистскую семинарию, закрыли семинарию у Союза Росхвея, здесь есть одна, закрыли, ну, то есть документы, да, забирают как бы, закрыли у православных, кстати, тоже какую-то там. Есть такой, да, у них там тоже. Еще у кого-то. Вот интересный, да, период мы живем, да, коммунисты против веры были, но учиться позволяли. А сегодня вроде как декларируется, что свобода веры, но получается государство, оно влезает уже во все. В совесть нашу влезло, в веру нашу влезло, теперь еще влезет то, чему мы учим. Очень боятся. Такое впечатление, что как будто кокон страха, знаете, опустился на страну. Ну, а как еще? Ну, правильно. В коконе же там тоже своя жизнь, оно кто-то наматывает, наматывает, наматывает. Выйдет бабочка из этого кокона, как вы думаете, когда-то или нет? Не все согласны с моей такой интерпретацией происходящего. Некоторые люди считают, что это уже архаика, когда я говорю, что чекисты заполонили страну. Это не архаика, надо понимать, что вот наша вся история, это была отрицательная селекция с 18 или 17 года, возьмите, когда этот террор белый и красный, это было уничтожение здравомыслящих сил. Ну, мы говорим, там, пароходы философские, типа, выслали, а те, кто не успели выслать, тут расстреляли. И что это значит? Мы же расстрелили людей, у которых в голове что-то было. А кто расстрелил? Тот, у кого ничего не было, кроме пистолета. И поколение за поколением происходила эта селекция. Вот уже лежит поколение убитых философов, докторов, инженеров разного рода, добытчиков, которые так или иначе, даже возьми, в деревне. Они же производили продукт, они же развивали страну, их всех положили. А потом пришел голодомор, когда коллективизация пришла. Что такое коллективизация? Комбеды, это опять же парни в бушлатах с этими револьверами, пришли к трудягам, отдавай все. Все, мы обобщисляем. Мы над этим не думаем, мы думаем, что, ну, это историческая такая страничка, она уже давно забыта, не забыта. Потому что трудяг вывезли, представляете, как их вывозили? Их на баржи, на пароходы грузили, и этот пароход по течению уходил к ледовитому океану. Там мало кто выживал, потому что у них не было с собой ничего. Не топора, дров срубить, избушку срубить, да? Кто-то окопался, мхом там перезимовали, с клюковкой какой-нибудь, черничкой пережили. И таких мало очень. Опять же, кто вот взяли эти комиссары? Это же были те самые, ну, по-нашему, сегодня это бичи, бомжи назвать их. Вот тот отстой, который мы сегодня наблюдаем, собирает по помойкам. Теперь их с помоек позвали, дали им, понимаешь, тревольвер, и без всяких судов расстреливай, пожалуйста. И потом 1937 год, 1938 год, мы говорим, ну, это уже забытый ГУЛАГ. Это же еще одна селекция, когда еще одно поколение. Доносительство, расстрелы, понимаешь, занимать чужую хату, порочить имя человека. Уничтожение шло тотальное. Религия уничтожалась, наука уничтожалась, что там говорить? Мы там просто босинковщину вспоминаем, ну, там, этот сталинский, понимаешь, проект на этой березе выращивать яблоки там, понимаешь. И давно ли это было? Я в школе учился, мне говорили вот эти вот ботаники, что мы не будем ждать милости от природы. Мичуринские команды были, и мы делали все вот это вот, чепуху. Сегодня вот этот чекизм, он вышел вот в такие вот высокие круги власти. А мышление-то то же самое, кто не со мной, тот против меня. И поэтому все враги стали. Религиозные, научные, интеллектуальные, искусственные люди, люди в бизнесе, которых вот есть маломальская самодостаточность, для этого режима они враги. И у них есть единственный вот способ мышления, это покорить. Как Путин когда-то признавался, у чекистов три оружия есть, или три средства. Это, значит, подкуп, это шельмование, и это, конечно, насилие. Вот. Кого не подкупили, тех они пытались оклеветать. Кого не оклеветали, тех они репрессировали. Сделали их агентами зарубежными или там вражескими. Ну вот сегодня, может быть, они осознали, что те же протестанты выросли немного и начинают влезать в не те сферы. Знаете, как мне кажется, нам гетто поставили, вот там с бомжами занимайтесь, с пьяницами занимайтесь, с наркоманами занимайтесь. Больше никуда не лезьте. Образованные люди же не могут сидеть спокойно. Они начинают лезть куда-то. Может быть, и поэтому хотят ограничить нас и от образования, чтобы сидите вот тихонечко, три класса закончили, идите куда-нибудь в ПТУ, работайте тихонько, не лезьте. Политика не для вас, бизнес не для вас. Это все не для вас. Знаете, на самом деле в этом есть здоровое зерно, вот в вашей картине вот этого противостояния. Но очень примитивная эта картинка, хотя большего ждать от настоящего режима-то и нет оснований. У них именно такое мышление. Но на самом-то деле люди веры, люди, которые с Богом повстречались, у них возникает неожиданное абсолютно сознание. Человек – это не тварь дрожащая, это человек, человек вечный, это образ и подобие Божие. И он начинает так свою жизненную программу реализовывать. И он идет и к ученым, и к бомжам с одинаковой вестью. Есть Бог, и есть у него программа для тебя, настоящая, человека сделать образ и подобие Божьим. А вот в окружении всего вот этого властного состава у них, в общем-то, мышление как у этого пушкинского героя. Давай вот эта бабушка, которая своего старика-рыбака гоняла. Сперва корыто почини, потом, понимаешь, избушку сделай, потом сразу поставь, потом еще давай-ка я сама буду царицей. У ненасытимости две дочери. Это духовная война. Это поражение духа, это поражение на уровне вот самого естества человеческого, в котором от Бога дан этот дух. Мы же исповедовали не зря век атеизма. Просто это биопродукт человек. Ну, модернизированы обезьяны, теории эволюции, все мы проходили и проходим сейчас. Когда вы вставляете сюда научные, богословские откровения, вы же прямо в самый поддых им даете. Поддых. У них вся ценность – это власть и золото. А вы приходите и говорите, это ерунда. Не власть и не золото. Человек – ценность, созданная по образу Божьему. Поэтому я не вижу, что они отдали, так сказать, на откуп бомжей или наркоманов. Там тоже преследуют. У нас в Москве здесь парням 8 лет дали за то, что они наркоманов освобождали от этих страшных зависимостей. 8 лет. И все молчат. И все молчат спокойно. 6, 7, 8, 5,5, 1, 4 человека. Вот и дали наркоманам. В тюрьмы – нет, не пускают. Наркоманам тюрьму сажают. А уже на улице походить, кусок хлеба дать – ну, есть в провинции такая, можно сказать, либеральная позиция. А здесь в целом сразу давно ли это было, когда это же была армия спасения, лишенная права на действие, за то, что супом кормили наших бедных, причем зимой, в холоде. Ну, у нас же не наша армия. Армия спасения? Ну, конечно, да. Она же показывает на Запад, что у нас, оказывается, и голодные, и зимой. Вообще, вот этот вот унизительный, невероятно, унизительный, позорный вот этот внутренний комплекс неполноценности. От Запада отгородиться, с Запада не возьмем, с Западом не дружим, только свое. Это же комплекс неполноценности. Это такое недоразвитое сознание. И мы его поставили на пьедестал, оно у нас заняло в этой нашей концепции о безопасности главенствующее положение. Ну, закройся, ну, закройся в своем подъезде, закрой двери свои, запечатай их. И что от тебя останется? Если ты с соседями не общаешься, если ты с соседями дома не общаешься, ты не пользуешься благами всего мира, и ты никому ничего можешь дать. Ведь самое позорное, что мы себя обрекаем на простое вымирание. То есть, сказали человек, да? Чело вечное. Вечное, чело. Вот наш канал, взгляд с небесным, когда мы начали, полгода всего, я начал брать интервью у разных людей, у политиков разных людей. Мне интересен человек. Потому что вот я увидел, что никто из нас не говорит с ними. За исключением несколько небожителей, там, глав каких-то союзов, которые вот где-то встречаются, кушают, едят, там, дарят им раз Библии и все остальное. И хочется говорить с людьми и показывать нашим зрителям, нашей стране людей. Вот за политиком, за представителем партии, за бизнесом, за чем-то еще. И многие из них как бы открываются. Они тоже, я увидел, что никто с ними не говорит об их душе. Да. Я скажу, что меня вот этот ваш выход за церковный забор, за ограду, он меня восхитил. Это просто поразительное явление, когда вы стали разговаривать, оставаясь епископом, священником, со всеми, так сказать, признаками святости, и в тоне разговора, и в бороде святой. Я так и думал, вы упоминете его. Она создает впечатление. И я себе представляю вот этих чинуш, которые жизнь проводит. Вот вы представляете, мне тут подкинули сегодня буквально ролик, где Воля Павел из этого, в общем-то, похабного такого канала, где они там мерзотами занимаются, и он вдруг там исповедует свою, так сказать, внутреннюю борьбу, разговаривает с Богом и с дьяволом. Вот так я своими словами. И у него вот эта вот полемика, кулачный Бог буквально. Но в то же самое время и исповедь. Это нутро вывернутое, что у него вот там творится в душе. Но на сцене, на публике, это Вещельчак, который, смотри, какой юморист. А там, как Пугачёва была дома под подушкой, плачет. Прошу умись, бессонница, за прошлое плачу. Поэтому, когда вы этих людей посадили, я себе представляю, вот так рядом с собой, и заговорили о чём-то большем, чем чиновничий успех, чем деньги, чем наворованные там капиталы. Там же это признание всё связано ещё и с такой подлостью. Кто кого обошёл, кто от кого теперь прячется. Потому что это страшное вообще, ядовитое такое кобла, в котором нету радости жизни. Нету радости жизни. И вы вдруг заговорили и по-человечески, и с уважением. Я видел этих людей, как они расцветают, или как они напрягаются, когда вопрос трогает того, о чём говорить не принято в обществе. Я бы сказал спасибо вам, взгляд с небесный, за этот, вероятно, единственный такой, по-настоящему духовный подход к человеку. И регалии есть, и безрегалии есть. Но для меня, как для зрителя, вот вы вводите меня вот в эту такую искреннюю беседу, откровенную беседу с людьми, перед которым сегодняшняя, например, церковь млеет и лишается голоса. В силу вот той же наследственности она лишается голоса. Она априори признаёт, люди из этого уровня, из этого слоя властного, это люди, которым мы ничего не можем ни сказать, ни спросить. А вы говорите и спрашиваете. И оказывается, люди раскрываются, и видно в них такая вот пустота, которая приоткрывается с вашей помощью, с вашими вопросами, с вашей искренностью. И видно в нём такая работа внутренняя, когда эти чины и депутаты, или там военачальники, или там какие-то эксперты, вдруг они себя, может быть, впервые ещё осознают, кроме погон, кроме чина, просто человеком. В каждом есть человек. Понимаешь, да? Шинель есть, футляр есть, а человека нет. Спасибо вам, Альберт Викторович. Мне всё говорят, знаете, что никак ты не возьмёшь у кого-нибудь из «Единой России». Я говорю, очень хочу. Я бы в администрации президента поговорил с кем-то. Там тоже люди. Конечно. Которые, знаете, как Шрек, помните, говорил, что многослойный такой, надо раскрыть человека. Наверное, есть люди. Есть. Вот тот же Рыжков, посмотрите, очень популярный, известный человек. И, в принципе, его представляют всегда, ну, оппозиционер, ну, каким-то там человеком-политиком. Ну, кто его представляет человеком? И вы его раз раскрыли, и просто становится приятно, что в нём столько человечности вдруг открывается. Он мыслит о этих вопросах духовных. И помогает и мне же. Он любому зрителю помогает. Вот из этих разного рода хаотичных ценностей вдруг вырастает главное. Так что, если бы «Единая Россия» была бы действительно свободной частью общества, в которых уважалось бы личный взгляд, и во мне, что существовало бы разномыслие, там же это нельзя. Может, удастся хоть кого-то взять, а? С кем-то поговорить? Ну, некоторые сейчас выходят оттуда, потому что они видят эту лживость такую, вот они видят эту продажность этих чинов, и они сами там, может быть, не успели прорваться к высокому корыту. Они могут выйти и заговорить. Недавно мы общались с Славянским правовым центром по нашим трудностям, по проблемам церковным, которые недавно в Москве мне сказали, все, вас уже слили, там, назвали страшные названия администрацию президента и всех-всех-всех, что уже все, Калугу слили, тебя слили, уже вас все отнимут и все остальное. Ну, я говорю, ладно, все равно буду продолжать то, что делаю. Вот. И вчера смотрю в новостях, тому же юристу Станиславу Колову, им пришло, здрасте, не горю, да, предупреждение. Они однажды не сами перепечатали с какого-то официального сайта там о свидетелях Иеговы и не упомянули, что они запрещенные в России. А я тут же вспоминаю тот же руководитель нашего Славянского правового центра, Владимир Владимирович Риховский. Год назад, по-моему, когда был совет президента по правам человека, он рассказывал о ситуации везде, в Нижнем Новгороде с этими африканскими девушками. И, говорят, президент сидел, слушал, в шоке был. Говорит, ерунда какая-то. И вдруг сам вспоминает про свидетелей Иеговы. Путин говорит, а эти свидетели Иеговы, их-то за что, они вроде христиане. И он тоже не упомянул, что запрещенное в России, и его что-то никак не оштрафовали. Я смотрю на этот спектакль с такой, может быть, излишне, но все-таки я скептически смотрю на его такие высказывания, когда он говорит, ну это-то за что. А разве он не подписывал эти законы все? Вот эта игра, чекистка, вот она самая подлая в нашей стране. Вот это вот царек, который, ну как же, зачем же их-то преследовать? Это же хорошие люди. А кто закон подписал? Закон Яровой кто подписал? Закон подлецов кто подписал? Яровая. Все так и думают. Кто закон о том, что этих свидетелей Иеговы признать экстремистской организацией, кто этот закон подписал? Теперь он сидит и говорит, а их-то за что? А что ты подписывал? Ты же развязал эту войну против них. Ты же возбудил в Думе закон принять, преследование прокурорские, вот это вот наезды, вот эта литература, это же все от тебя исходило. Я почему и говорю, чекисты правят Бау, потому что именно вот это вот сознание, плюс еще вот эта игра, да, и наш царек такой чистенький, он там даже и не знает, что тут у нас творится, что у нас преследуется. Вот некоторые говорят, он был в бешенстве, когда он узнал об этом, но детский сад, слушай, детский сад абсолютно, все от него исходит. Модель мировоззренческая в нашем обществе, которая антизападная, антисвободная, антикультурная, она все от него исходит. И эти чины, которых он насаждает, разве не он насаждает этих гвардейцев, полмиллиона почти, снабжает их техникой, снабжает их свободой убивать своих граждан? Вы сейчас скажете, ну это такие распоясавшиеся сержантики, это какие-то там, понимаешь, призывники с Алтая. Но скажут люди, потому что за что убьете людей, идут по улице, никто никого не трогает. И скажут, надо царю пожаловаться. Царь ради вот системы, он видел, что завтра терпение у людей, ну оно все-таки не вечное, и выйдут на улицу, убивайте сразу, мочите сразу. Это политика высшей власти. Вот по изменениям конституции, которые сейчас идут, да? Наша конституция, которая была принята, по-моему, 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря на Рождество 1993 года, там 137 глав, статей, 137 статей, сейчас 250 поправо. Вот 137 и 250, да? Юмора много у народа. Вот мне кажется, когда кремлевские политтехнологи запускали вот это вот слово обнулить сроки Путина, русский народ, всегда проявляя свою смекалку, он как-то вот, наверное, эти политтехнологи чего-то не додумали, потому что сейчас это звучит обнулить президента, обнулить Путина. То есть после вот этих поправок, я даже боюсь сказать, что Путин будет настоящим нулем, полным? Или как это, вот как это, вот зачем они это дали простому народу, который вот сейчас придумывает эти анекдоты, да? Звонок в два ночи, там, да, да, вы проголосовали, зачтен там. Или в магазинах теперь предлагают вам пакет, да. Да, можно голосовать, паспорт не надо показывать. А вот в Америке с 1780 какого-то года, по-моему, или 90, я сейчас не вспоминаю, по 1992 год, да, перед нашей Конституцией, всего лишь 27 поправок. И первая из них, которая была в 1780 каком-то году, касалась свободы слова, свободы вероисповедания, первая поправка Конституции. Всего лишь 27 за огромный период времени. Нашей Конституции, вон, всего ничего, 30 лет еще нет, и уже 250 поправок, одним махом. Ну, вы сравнили то, что несравнимо. Вот Конституция Соединенных Штатов, рожденная вот в этих бурях, столкновениях, она рожденная этими конфедератами, рожденная с низов, как договор по-настоящему, где были проговорены условия, на которых мы согласны жить под одной крышей. Они не отдали своих прав, ни один штат, ни один из подписантов, они не отдали своей свободы. Они всего лишь на все согласились вот вместе на этой территории, в каких-то аспектах осуществлять свою жизнь, помогая друг другу. Как у нас рождилась Конституция? То Сталин ее написал, сочинил. Естественно, главная была какая идея, свое оправдать это диктаторское правление и свои все органы узаконить, плюс еще Советский Союз, огромное количество республик. И все, и сегодняшняя задача, она та же самая. Основная задача вот в этой вот новой манипуляции, это, конечно, обнуление. Поэтому и смеху много, и смеху много. Но опять мы возвращаемся к этому. Горько звучит и грубо звучит, но это же опять проявление одноклеточного сознания. Вот они даже не могут себе в голову взять. То, что они там 150 или 250 поправок на эту бумагу написали, ее Путин никогда не соблюдал. Правление Путина, Конституцию никогда не соблюдало. Ну, справедливости ради сказать, простые русские люди тоже не знают. Даже христиане не знают своей Конституции. Но с простых людей какой спрос? Они живут простыми примитивными вещами. Я работаю, ты мне зарплату дал, вот и все. И вся дорога жизни от роддома до кладбища. Ну, значит, управляют миром не просто огромной страной России. Они же миром управляют. Они собираются в ООН, понимаешь, на трибуну выходят. Они в разного рода двадцатках, восьмерках тут. Все это же была такая вот власть, которая всему миру показывала нашу мощь, нашу мудрость, нашу тенденцию. И теперь вот это перед лицом же всего мира делается. 20 лет у власти. И теперь мы обнуляем и начинаем все сначала. Ну, кому мы очки втираем? Это мы никому их не водрем. Все посмеются, весь мир посмеется. И самое, что мне горькое в этом случае, я-то не пострадаю. Страна моя, родная Россия, как она выглядит? Она выглядит, как тряпка половая, которая вот так вот, понимаешь, отшвырнул в сторону и написал новую Конституцию. Ради чего? Что я буду сегодня сидеть на кресле. 20 лет, может быть, еще 20 лет, неважно. Перепишем все, что надо, сделаем. Мы говорим о республике, мы говорим о демократии. А на лицо мы демонстрируем абсолютное презрение самых базовых ценностей человека, свободы, достоинства и отдельного человека, и всей страны. А у нас тут почти 200 наций в нашей России живет. Никто не озабочен вопросами их безопасности, достоинства, благополучия, свобод, прав, никто. Нам нужно утвердить права одного единственного человека, который сосет соки со всей этой страны. И вокруг его вот это племя, таких присосавшихся, они делят кровушку народную, и мы им аплодируем. Какой мудрый у нас царь, Господи помилуй, стыд и сран. Можно по монастырю спросить? У вас, Баптисты, известная ситуация сейчас там происходит. На Урале? На Урале, да. Все знают. Да, интересная история. Знаете, вот монастыри, как же они развивались, если мы историю церкви смотрим? Да, бежали в пустыню, от мира люди, да, и начинали там жить. Скажем так, на Урале тоже бежали куда-то, да, у них свое. Они ушли от этого мира, вон они там свое. Теперь информацию дают, захватил монастырь. Когда он его захватил? Он там уже сколько лет работает, строит его, люди жертвуют ему, учит, назидает этих людей. Теперь даже ФСБ подключили к тому, чтобы как-то... Ну вот тот же самый, опять, пример этого тотального давления на все свободы. И здесь вообще парадокс. Ну у нас законной свободе совести есть, но свободы нет и совести нет. А здесь, значит, монастыри, это действительно, это же были отшельники. Они уходили с глаз долой и не хотели с миром, с этим связываться, потому что он грешный мир, он продажный мир, они хотели святой жизни, да, может быть, там были не только святость, но и грех, но это ихнее дело. Теперь, оказывается, в нашем государстве, даже в сознании народном, нет мысли, что люди, которые в монастырях, в лесах, в каких-то там горах, ущельях попрятались и живут по своим законам, своей веры, являются вот настолько отдаленными от государственных всех законов, абсолютно нет сознания. Государство имеет право на них влиять, отбирать, поставлять, отнимать. И вот это вот то же самое, отрицательная селекция, в которой человеческое достоинство, свобода и достоинство церкви, и свобода церкви, и свобода религии, и свобода веры, и свобода совести, это понятия неизвергнуты в ноль. Их не существует. И поэтому, когда вот эта власть с помощью всех СМИ начинает разыгрывать спектакль, что он там захватил монастырь, который построил, да, он построил его, туда пришли люди-добровольцы, которым хочется жить вот в таком условии таких, да. И теперь вдруг начинает власть какая-то им командовать. Если мне не нравится в монастыре, я встал и ушел. Если мне нравится, я встал и пришел. Но командует, ты знаете почему, как бы о людях пекутся, заботиться? Да нет, это все. Он же против и прививок, против самосохранения. Я же говорю, мне не нравится, я ушел. Здесь все равно игнорируют моя свобода, мой выбор. Меня загоняет в стадо, вот ту самую, понимаешь, нишу, в которую я буду в общих выглядеть, как все. А если им не нравится, они ушли туда. Вот как делали эти ребята, типа, староверов вспоминаем мы иногда. Осталась Агафья Лыкова. Никто их и не знал, где они живут. Но это хотя бы частичка свободы. Вот здесь в городе я не могу, вот в этой деревне я не могу. У меня совесть моя мучает, и я не могу тут жить. Я ушел в лес, нет, найдут и там, и там достанут. И заставят платить налоги. Ты ел кедровые орешки, плати налоги. Не думал никогда о кедровых. Ну, бежали старовряться, их находили, сжигали. Да, да. А почему их не оставить в покое? Что за страсть догнать и заставить его или верить по-нашему, или мы тебя сожгем? Что это за страсть? Она же не от Бога. Вы переживали эту страсть. Ну, переживали. Я вашу пироженку помню на всю жизнь. Ну, я, по крайней мере, и до сих пор вопрос задаю. Какая нелегкая вас подогревает и не дает вам покоя? Верит человек или нет? Я иногда рассуждаю, что моя вера в Бога в основном основывалась на такой массированной атеистической войне против Бога. Да? Да. И они, когда этой массированной войной и научным, и военным, и политическим давлением выдавливали в людях веру, что Бога нет, доказывая, во мне возрастал этот вопрос. Если его нет, с кем вы ведете борьбу? Таким огромным ресурсом вы давите то, чего нет. Вы уничтожаете то, чего нет. И этот вопрос, он заставлял меня думать. Если нет, так в чем же вся эта ваша возня? Но когда начинаешь думать, тогда, хочешь, не хочешь, приходит мысль, а как же нет? А вон, посмотри, Солнце есть, планеты есть, звезды есть, и мир наш есть. Значит, есть тот, кто еще этот создал. Слушай, такое впечатление, что колесо истории опять провернулось, и никто ничему не научился. Вот пытаются забрать глубинное, то, что есть внутри человека, вера в Бога, и опять пытаются, уже другими, наверное, путями, не как коммунисты это делали, да, вот так, как вы говорите, все. То сегодня оно опять крутанулось в эту сторону, и опять заставить верить как надо, восхищаться чем-то как надо, да? Да. Ходить в правильную церковь, да, да, вот. И люди опять, опять, опять. Опять, но оно, собственно, и всегда по спирали развивалось, но Пушкин, мне кажется, нарисовал такую картинку, очень доступную, самому простому пониманию, и осталась она одна у разбитого корыта. Когда старичок приходит, рыбка вильнула хвостиком. Мы же ведь тоже, примерно если говорить о вот этой золотой рыбке, получили от Бога благодать, когда кончилась эта империя зла, когда возник этот такой воздух свободы, когда вдруг в народе возник потенциал такой, что мы теперь уже наконец-то освободимся от этих лагерных и людей сознания. Ну а к чему мы вернулись? С тот же лагерь мы вернулись. И только еще более круто, еще более жестко. Еще более жестко. Потому что когда глотнул свобода, когда почувствовал вкус свободы, а тут приходит, оказывается, не так стоишь, не туда глядишь, не с тем разговариваешь, мало этого, думаешь не так, слова не те говоришь, и за это в кутузку. Это, конечно, уже предел, предел уже. Но он все лишь на все говорит о том, что Библия права, Библия права. Без Бога нет свободы, без Бога нет правды, без Бога нет жизни. Это вот мое кредо. И поэтому я спокоен. Спасибо, спасибо. Слава Иисусу Христу. Аминь. Я благодарю нашего гостя Юрий Кириллович Сипко, удивительный человек, верующий человек, человек, который любит Бога всем своим сердцем. Сегодня в гостях в студии Юрий Кириллович. Благодарю вас. Спасибо вам, Эльберт Викторович. Вот мне такое знакомство, развивающееся с вами, дает большую такую, знаете, и привилегию, и внутреннюю радость. Внутреннюю радость от того, что на нашей пустыне мы так иногда только черные сценки замечаем, и мрачных таких рыцарей с мечами в черных плащах видим. Но в этой толпе черные есть светлые лица, и это ваше лицо человека веры, человека-страдальца. Да. Страдальца за церковь, которую преследуют, которую оклеветывают так мощью государственной, и лишают здания. Я понимаю, что здесь страдания многоплановые. И душа, и дух, и плоть все восстает против этой неправды. А вы остаетесь в покое, в уповании. И дай вам Бог так оставаться. Вот это вот то, что Христос показал. Спасибо, Юрий Кириллович. Спасибо огромное. Спасибо вам. Благослови вас, Господь. Спасибо вам. Благословения вам. Помолимся. Епископ же. А я был. Мы помолимся вместе. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что родились именно сейчас, в это время, не когда-то в другое время. В разные годы, мы разные по возрасту, Отец, народились в этой стране, Господь. Ты сказал, чтобы мы были светом, чтобы мы были солью для этой земли. Мы не знаем, Отец, только Ты поставишь нам оценку, люди ставят свою оценку. Но мы хотим быть этой солью, как христиане, как Твои ученики, Господь. Остановить нашу землю, землю российскую, Господь, от разложения, Господь, разложения грехом, беззаконием, Божием. Помоги нам, дай сил быть солью. Помоги нам быть светом, Отец. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Аминь. Взгляд с небесный. Подписывайтесь. Благослови Вас, Господь. Да. Субтитры подогнал «Симон»!